Сегодня заместитель начальника ноябрьской госавтоинспекции капитан полиции Денис Гуляев встретился с представителями средств массовой информации. Поводом для встречи стало то, что с 25 июля вступили в силу сразу несколько важных пунктов закона, который целиком начнет работать с 1 сентября текущего года. Так уж решили законодатели. Отдельные поправки начнут работать на месяц раньше остальных. Например, по скоростному режиму. Это касается превышения скорости. Первая часть исключена. И превышение скорости у нас фиксируется только при превышении от 20 километров и выше. То есть, если вы превысили, как раньше, на 10-15 километров, вас, соответственно, штрафовать никто не будет. Еще одно важное нововведение, которое уже работает, касается пресловутых разрешенных промилле. Если раньше было нулевое положение и там погрешность 0,05 промилле, то сейчас идет у нас 16 миллиграмм в выдыхаемом воздухе. Но это, по-моему, если не ошибиться, 32 промилле. И, соответственно, люди, которые будут задержаны сейчас уже с таким промиллями в выдыхаемом воздухе, они уже не будут подвергаться административному взысканию. И впервые в российской практике данный закон будет иметь обратную силу. Если ранее люди были задержаны, и у них показания прибора были меньше положенного, соответственно, с 1 сентября, но только после 1 сентября, они могут обратиться в суд для того, чтобы мы вернули водительское удостоверение. На собрании Денис Гуляев затронул и достаточно актуальный вопрос, касающийся мотоциклистов, которые носятся по нашим улицам, порой не замечая никого. Одного такого гонщика полицейские задержали, и оказалось, что двухколесная машина, на которой рассекал нарушитель, находится в международном розыске. Впрочем, как признают в ноябрьской госавтоинспекции, ситуация с владельцами двухколесного транспорта достаточно сложная. И сейчас ведется поиск оптимального решения проблемы. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Александр Иванов. Новости нашего города.